Ты куда это такой красивенький намылился? В институт пойду Шенчженский политехнический университет Прям студенчеством тут пахнет Студентик, куда пойдем? Для тех, кто не знаком, Олег, студент университета Там учатся иностранные студенты, в этом корпусе Очень комфортно, очень красиво Как ты его выбрал? Почему сюда? Только не говори, что ты его смотрел в видеоролик Огниса Нам буквально второй этаж А, подождите, так у вас сейчас экзамен разговорный китайский? Да О, как это, ни пуха ни пера вам Эй, чувак, серьги, есть? Вот такие у нас веселые ребята Это второй класс, да, скажем так? Смотрю на этих студентов, вспоминаю свое студенчество Учился я плохо, на ленты не ходил Когда приходил на экзамен, с трудом вспоминал, как зовут препода И что за предмет сдаем И вот сейчас, до сих пор, спустя сколько, 15 лет иногда просыпаюсь В холодном поту, потому что мне приснилось, как я пришел на экзамен и ничего не знаю Привет! Здравствуй, Дэн, у вас человек с камерой Здравствуй, зрители А че так тихо-то, девочки, из Норвегии? Шенжен-Булли-техник Это отличная школа И с первого дня я пришел сюда Я просто любил их Ученицы отличные Ученицы отличные И оборудование тоже отличное И друзья тоже отличные Да, очень отличные Талисманчик нашего университета Всегда не брит Улыбчик двух метров Берут по росту Вот вы посмотрите, я здесь самый низкий Я чувствую себя некомфортно Просто ниже метра девяносто здесь не берут Третий курс На него можно попасть через полтора года обучения Или же сразу Как только ты поступаешь в университет У тебя есть время на то, чтобы пройтись по всем курсам Посидеть, подумать, послушать, как это все проходит И выбрать для себя Тяжело тебе или не очень тяжело Ты сам смотришь и решай То есть сам выбираешь, на какой курс пойдешь? Да, ты можешь прийти на первый курс Понять, что там слишком легко для тебя И переместиться на второй, на пятый Или даже на самый крайний, на последний, на шестой курс Ну это вот этот третий курс Это такие самые середнячки Они еще не задрали нос Но еще как бы от народа они не отдалились Ну просто, это уже крайний курс Они еще выглядят как наши Но в глазах уже виден Китай Уже серп и молот, уже все такое Сейчас в окно вы видите уже седьмой банк То есть тут уже полностью преобразование человека Он не только разговаривает по-китайски Он уже выглядит как китайц Он думает как китайц Вот вы никогда не заметите Вот вы никогда не помните Что эта девушка вот из-под Рязани Эта из Новосибирска Вот это вот лицо из-под Москвы А это вообще коренная москвичка Я еще знал ее, когда она была вот такой А сейчас она пешком под стол ходит Так что Китай меняет людей Нам учитель сказал, что этот университет Он маленький очень по китайским меркам То есть есть гораздо больше Там где он учился, я помню, что он сказал Он 10 раз больше по территории Я не знаю, 10 раз больше по территории Это как весь Красноярск У них здесь настоящее помешательство на баскетболе С самого утра и до вечера Ну днем перерыв А вечером здесь просто целые толпы Маленьких агрессивных китайцев Которые бросают друг другу мяч Не, ну это же хорошо Это отлично на самом деле И ребята играют действительно классно Здесь можно просто снять площадку Сейчас жара, сейчас естественно никто не играет А вот к вечеру потянется народ Народное творчество сейчас вы увидите Это граффити, которое делается раз в месяц С местными студентами, художниками Такими волонтерами Которым просто некуда вдевать свою энергию И они обрисовывают стены Обрисовывают красиво, на мой взгляд И довольно талантливо Как рассказывал нам один преподаватель На месте этого университета На месте всей этой библиотеки Кампусов, общежития На всем этом месте была раньше одна сплошная гора Которую со временем сравняли с землей И сделали просто ровной площадкой И вот те горы, что вы видите сейчас Постепенно тоже сейчас превращаются в ровную площадку Каждый день они там ведут работы На выходных и ночью Взрывы всевозможные Камазами вывозят землю, вывозят камни оттуда И тоже делают ровную площадку Так что я не удивлюсь, если через год Там будет в два раза больше площади универа Собираются сделать какую-то инфраструктуру новую Что-то там построить Может даже озеро выкопать В общем, от китайцев этого можно ожидать без проблем Тут действительно настолько быстро все идет Строительство Ведь когда я сюда приезжал Это было полгода назад Мне показывали ребята Место, где просто вырыт котлован для дома Просто яма в земле, дырка Сейчас там уже шестой этаж достраивают Ух, сабвей Сабвейушка Типичный европейский общепит Очень контрастирует с китайской кухней Поэтому рано или поздно все сюда приходят Сейчас мы проходим мимо общежития Вот слева общежития Это китайское общежитие Тут же вот только китайцы сюда практически не пускают лаувай Все довольно закрыто Следующее общежитие идет наше И вот нужно обратить внимание Вокруг китайского общежития И остальных всех китайских общежитий Сабора нет А вот вокруг лаувайского Иностранного общежития Где живут вот такие белые дьяволы Построена хорошая железная решетка Меня греет мысль Что это китайцы нас боятся Это они от нас закрываются Чем нас потом Чтобы оттуда не вылезло Чтобы оттуда ничего не вылезло Такое противоестественное Ее имя Денис А мы за белые Денис Денис, пожалуйста, скажи Что мы думаем о нашей университете Комфортного существования Типичного студента Это женское общежитие Женское общежитие Кстати, да, очень интересная особенность Мальчикам нельзя ни при каких условиях Попадать на территорию женского общежития А девочки, в свою очередь Могут попасть на территорию Мужского общежития То есть их никто не останавливает Что еще раз подтверждает Что еще раз показывает Приветливость мужского населения И какую-то закрытость Зажатость Замкнутость Женской части Кстати, а насчет оформленных китаян Ты как смотри Это хуйная китаяна А что я здесь уже полгода Девочка выходит из женского общежития Девочки идут, да В Китае очень сыро Очень влажно И с этим ничего не поделаешь Поэтому всевозможные насекомые Все это просветает С удовольствием А теперь давайте поговорим О рыбках на полу моей комнаты О рыбках на полу комнаты У меня, слава богу, нет Мне хватает таракана Он очень огромный Сообразительный Я зову его Анатолий Григорьевич Очень типичное общежитие Где разрываться? Разрываться прямо здесь У меня тут чистенько Я серьезно Это чтобы камарики не кусали? Еще раз Закройте дверь, пожалуйста Потому что у меня кондиционер Вот Это комната На которую может претендовать В принципе Любой человек Который отважится Попасть в Китай Учить китайский язык В этом замечательном университете Вот такая комната Тебе выделяется В средней степени Запущенности Тебе дается комната И уже зависит от тебя Как ты ее выдраешь Как ты ее полоешь Почистишь Девушки пришли Ой, девочки Все, не снимай девочки Ааа нет А нет Это всего лишь Это бородатая девочка Слишком бородатая девочка В общем, комната Вот Бандахин Мне приятно чувствовать себя С про инцессом Поэтому я исклю под Бандахин Он дается в бойлях На зиму Это Такой вот обогреватель Он уже говорит Что много электричества Почти не греет Но Представляется Микроволновочка Кстати, хорошая Мощная микроволновочка Холодильик Небольшой Две лампы, два шкафа, все в двойном экземпляре, потому что все комнаты рассчитаны на два человека. Но это уже лично от тебя зависит, хочешь ты соседа или не хочешь, я вот не захотел соседа. Сколько платишь? Полторы тысячи стоит юаней, примерно, я могу немножечко врать, плюс-минус полторы тысячи за месяц. Это без коммуналки, это еще не считай коммуналки. Но в принципе, действительно, коммуналки не сильно много. Ну, то есть, получается, если вдвоем живешь, то по 750, по 800, там у них логина своя. Иероглифы учу? Иероглифы учу, пытаюсь, ну да, вот у меня ноутбук, прямо под кроватью. Если вдруг ночью просыпаешься, у тебя тяга невыносимая что-нибудь выучит. Вот у меня ноутбук, и я смотрю какие-нибудь фильмы, когда у меня тяга что-то выучит. Я его никогда не использую, но тебе еще второй, вторая раковина дается. Такое ощущение. Всего по два. Казалось бы, что забор, в принципе, вот если посмотреть на забор, он довольно такой суровый, строгий, жесткий. Но с другой стороны, если ты опаздываешь в общежитии, а общежитие закрывается в 11 часов вечера, то есть реально по звонку закрывается общежитие, и в теории ты не можешь попасть в общежитие. Но мои друзья, не я конечно, мои друзья часто приходят в 2 часа утра, в 3 часа утра, не я, мои друзья. И что делать? Они перелазят через забор без проблем. На самом деле, когда я только начинал, а когда мои друзья только начинали это делать, они немножко стремались, но однажды мой друг спросил охранника, как бы, а можно меня впустить? Он сказал, перелазь через забор. Я зову его Зайкой, потому что у него есть плейбойчик, и я его за это люблю. Он маленький, симпатичный, аккуратный. Опять мне он подарил замечательный парнишка, белорус из Санкт-Петербурга. Горная комната, где он может прикудрить ночью. В общем, да, с сортирами у них сложные отношения. Это, так называемая, параша. Я не знаю, как ее еще раз назвать. Это китайский унитаз. Китайский унитаз, да. Бойлер, там что еще? Душ. Душ есть, лично ваш. В общем, вот на что вы можете рассчитывать. Поселяясь в общежитии. Одна стиралка на весь этаж? Одна стиралка на весь этаж, но обычно хватает. Хотя стиралка такая сомнительная. Холодная вода и постоянный риск подцепить какую-нибудь заразу. Вся, вся дружба народов, весь тут. Интернационал стирается в этой одной стиралке. И, честно, я брестный. Может, если что-то там несерьезное посередать, носки можно. Для дезинфекции, Андрей, туда водку заливают. Вы уверены, что это женское общежитие? Да, и мы не хотим говорить об этом. Это очень патриотичные китайцы. Красные труси, красные труси. Красные труси. Это они таким образом манят. Красными труси. Красными труси на ромашковом поле. Поле для бадминтона. Китайцы очень любят бадминтон. Но теннис не особо. Бадминтон, настольный теннис. Баскетбол, как я уже говорил. Еще такая интересная штука. Есть такая типа валанчика. И вот они на ногах его постоянно подкидывают. Мячики, которые походили за плохое поведение. Дети, блин. А что, имеем право, мы уже отучились, можем попадать в детство. У нас уже каникулы. Стоянка возле Китайского универа. Смотрю, давно тут стоят. Даже колеса спустили. Лет пять не меньше. 177-й регион. Это такая местная достопримечательность. Сначала я думал, что это просто какие-то шалуны прикрутили русские номера. Но нет, смотри. Георгиевская ленточка. Здоровенные русские труселя. Это не китайский размер. Это наши. Здесь вот ребята, которые охраняют территорию универа. Они все время в форме. Все время такие накрахмаленные воротнички. И что самое интересное. Каждый день, даже по нескольку раз в день, у них производится смена караула. Когда приходит отряд, прямо с троевым шагом. Все вот прямо под линеечку. Все так сурово, все так серьезно. Они так на первый, второй рассчитайся. Смена караула. Один смеяет другого. Через минуту уходит этот караул. Остаются два недавно смененных охранника. И сидят весь день, носу ковыряются. Ничего не делают. Абсолютно. Но смена караула с таким пафосом производится, что просто смотришь, аж даже нравится. Школьный автобус почти бесплатно довозит их до другого кампуса. Тут их несколько разбросаны в кампусы. Мы хоть и занимаемся велосипедами, и продаем их, и проверяем, и все такое. Но самый сок, самый сок мы оставляем для себя. И вот этот зайка, это на самом деле просто зверь. Сейчас перед вами находится кладбище велосипедов. Здесь компрессуют, собирают и уплотняют все велосипеды, которые после себя оставляют студенты, которые забывают их или просто о них надоедают. В общем, здесь забыты и никому не нужны велосипеды. Очень удобная штука, потому что если у тебя, если у твоего друга сломается велосипед, ты можешь прийти сюда и какую-нибудь ненужную запчасть отсюда позаимствовать. Я такого не одобряю, конечно, но вот мои друзья. Чем дальше, тем интереснее. Дальше там уже может даже автомобиль можно будет найти. А здесь пока что мотоцикл с люлькой. Бери да едь, новенький, с завода. Вот так это делается. Раз. Вот тете понравился велосипед, да, забрал? Может это ее велосипед. Мне он тут нравится крайний, он электро. Чувак, в классных телевичках. Мы сейчас находимся в студенческой столовой. Не самой вкусной, но, наверное, самой большой. Вот типичная китайская еда. Что-то с чем-то. Кукуруза, сладкая кукуруза с соленым огурцом. Тофу. Причем неплохой, неплохой тофу. Томаты с яйцом, рыба, овощи, перец. Очень часто бывают такие западники, когда видишь вроде бы русское блюдо. Какая-нибудь яичница, там, глазунья или картошечка какая-то. Но на вкус оно самых специфических таких оттенков. Сладкая картошка, дико соленый какой-то кисель. Первый этаж дальней столовой. Вот. Здесь самая съедобная пища, самая такая беспроблемная, без всяких сюрпризов, неприятных. А это второй этаж, большой столовой. Что-то как-то пустовато. Поэтому здесь и любят тусоваться лава. Произошел курьез, самую вкусную еду китайцы уже съели. Эта столовка закрывается, идем на первый этаж. Университет ввел такие карты. Эта карта пополняется тут же на территории университета, в одном из отделений банка, который тут же находится. Поэтому очень удобно, как бы быстро рассчитываешься, не задерживаешь очередь. Вот это все 10 юаней. Вот картошка с мясом на 9 юаней. Я честно не хотел есть, но тут так вкусно пахнет, и так это все дешево, что я решил попробовать. И пища довольно-таки качественная. Все равно тут какой-то контроль государственный есть. Обязательно проверяется санэпидемстанцией и продукты. Ну и реально можно есть. Это не какая-нибудь... А я сегодня ограничился типа европейской едой. Обычная курица, рис китайский, там что-то еще. Буженина какая-то, в общем ничего такого. Это обалденно. Сколько обошлось? 15 юаней, но это дороговато считается. Хотя полный отряд. Да ты вообще тут это... Палочки металлические, чтобы студенты их не сгрызли с голода. Буженина. Ммм, копченая, с перчиком, нормально. Тоже с перчиком, остренькая, очень такое. Разжигающая аппетит. Жаленая утка. Лапшинженчики. Ммм, неожиданно вкусно. Лапша, прозрачная. Червячки. Похоже на червячки. Но и на лапшу тоже. В Китае все очень просто. Если ты кусаешь еду, и она не кусается в ответ, значит ее можно кушать. Еще недавно меня эта рыба хватала за палец. А теперь я хватаю ее за всякое. Ну очень вкусная тоже. Спасибо тебе рыба. Ну и у меня обалденная курочка и побеги чеснока с каким-то содержанием мяса. У меня к вам идея. Вы же барыги у нас. Начинаем. Ну допустим. Так и да. Так и да. Что у вас есть предложение? Мне понравилась еда. Доставку еды из студенческой столовой организуете по Шиндженю? Это интересная мысль. Просто зрители этого не видели. Олег укусил Деноса. И теперь он тоже подумал, как барыга. Начал думать, как барыга. Да, да, да. Боже ж барыжня. Боже ж барыжня. Боже ж барыжня. В столовке самообслуживание. Поел? Убери за собой. Поели? Можно и поспать, да. Можно и поспать. Не хочу учиться. Хочу жениться. А я смотрю тоже китаевые, хотя я на первом курсе. Это аллегрово, не наоборот. Я понимаю, но китайцы всегда идут что-нибудь так насвистывают. Ну да. Ты в России, если так будешь делать, на тебя как-то чокнутого будут смотреть? Да, китайцы, кстати, тоже иногда смотрят. Да? Ну потому что ты же не китаец. Библиотека. Вот так делают, так сказать, порядочные ученики, у которых есть карточка. А ты как делаешь? Так делают непорядочные, которые забывают карточку. Или, допустим, вот Денвассу, у которого нет карточки. Сейчас мы пройдем вместе. Я надеюсь, не надо будет сильно-сильно к тебе прижиматься. Справа охранник, он контролирует то, чтобы мы не могли пройти вот так. То, что мы сейчас сделали, строго-настрого запрещено. Для этого здесь постоянно стоит охрана, они постоянно контролируют, чтобы такого не было. Но она делает вид, что читает журнал. Потому что мы белый дьявол и, в принципе, нам нужно многое. Шесть этажей, это все библиотека? Это все библиотека. Разные этажи, разная литература, разная направленность. Все с кондиционерами, с местами для отдыха, все по полу. Тихо. 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 вошел попил чайка я чистенько родились все относительно чистенько даже что неожиданно вообще не этого обычно не обвиняем конфеты а мой мама можно ищите которые слушайте по сравнению со студенческими блин в россии я не знаю как сейчас это для нас было что-то такое это люкс ну да в принципе с одной стороны вот что мы сейчас делаем туалет с другой стороны это ошеломляет туалет не то чтобы ошеломляет ну говно по углам не лежит а я помню заходишь самый прикол что вот как раз она может по углам и лежит но через секунду придет уборщик и все это уберет здесь действительно чисто там где постоянно убирают вот у них такой пенсии постоянно недалеко от университета находится вот такой вот garden не знаю сколько стоит но судя по рекламе он очень крутой очень дорогой последний вопрос который остался сколько же стоит поучиться здесь какой неожиданный вопрос за семестр тебе придется отдать 7000 юаней плюс некоторые расходы там учебники и там строковочку оформить ну то есть в десяточку где-нибудь или меньше меньше 10 аж мне так немножечко захотелось поучиться несмотря на то что до сих пор с ужасом вспоминаю свое студенчество приезжайте вас здесь ждут друзья учение свет они учения чуть свет и на работу да поэтому если вы не будете учиться вас ждет вот такая жизнь как вот у этого человека и проживание вот в таких вот домах одежда погодите вы еще и с боссом договорились третье начальником этого университета договорились будет здесь проведена съемка в целях поднятия имиджа университета ребята я не успею это у меня забей все нормально мы понимаем ты звезда у тебя нет у меня работа дочки в другом городе ну зачем можно было чуть попантоваться сказать что да типа у меня вот как раз встреча с киркоров несмотря на то что я иногда по ночам страдаю энурезом уже мне тоже выкрутился мне тоже здесь захотелось поучиться после энуреза да так встану а пойду-ка я поучусь мне еще многому поучиться контролировать себя пригольный студенческий городок грызть гранит науки тонкий проще чем толстый начинать отсюда и так систему это последний бан уже там везде камеры видеонаблюдения снимать точно можно